Посетители встречали симпатичные девушки с подносом молочных угощений. В Одинцовском районе открыто уже 8 таких автоматов. 6 из них находятся на улице, один в гимназии номер 6, а последний здесь, в здании МФЦ. В молокомате можно приобрести не только молоко, но и фруктовые йогурты, простоквашу, ряженку или кефир. Ценовая политика вполне лояльная. Литр молока стоит всего 45 рублей. Но главное, молоко здесь всегда свежее и не содержит вредных добавок. Все натуральное, без добавок, без ничего. Мы не работаем на проходящего клиента, мы хотим клиента своего задержать, чтобы вот один раз купили и остались с нами. В советские времена сотрудникам так называемых вредных предприятий начали выдавать молоко. Такая традиция сохранилась и по сей день. Но почему именно молоко, а не скажем, зеленый чай или красное вино? А все потому, что молоко содержит большое количество витаминов, минералов и активных веществ, которые надолго позволяют сохранить здоровье организма. А еще он позволяет выводить из организма токсины. И, конечно же, оно очень вкусное и успокаивает нервы. С токсичными веществами работникам МФЦ сталкиваться не приходится. Вред их здоровью может нанести другой фактор – стресс. Кому же тогда выдавать молоко за вредность? Сотрудникам центра или посетителям? Скорее всего, большей степени, наверное, сотрудникам. Хотя и посетителям тоже, наверное, не помешает. Потому что сюда есть стресс. И для тех, и для других. Сотрудникам МФЦ за вредность производства, думаю, нет. Потому что производство, как вы видите, у нас не вредное. Достаточно большой, обширный зал, светлый. Поэтому никакой вредности тут нет. Но это маленькая мелочь, приятность, так сказать. И им нравится, и они ее поддерживают. За вредность? Ну, как бы, конечно, положительно. Молоко же – это вообще, в принципе, полезный такой продукт питания. А выдавать можно и заявителям, и сотрудникам. И сотрудники, и посетители высоко оценили качество молочной продукции. Замечательный. Замечательный на вкус. Достаточно кисленький. Такой, как я люблю, густой. Возможно, теперь очередь на получение государственных услуг в МФЦ сократится. Вместо этого она образуется возле молокомата. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Спасибо. 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 Спасибо.